Дмитрий Гораненко Самого крупного клубного турнира Европы Надо брать реванш сегодня Неудачная атака Груды и Галатасарай в атаке И 2-0 после броска Санчо Литтл Две минуты позади в матче Екатеринбург Галатасарай Небольшое дежавю у нас с вами у зрителей В дворце игровых видов спорта Дело в том, что ГМК, проведя 3 встречи Евролиги уже в этом сезоне Впервые играет домашний матч И надо же такому случиться Что этот матч как раз против действующих чемпионок Евролиги А это значит и последний матч прошлого сезона в Евролиге был проведен Как раз Ну предпоследний Против Галатасарая Казалось бы это было совсем недавно Но тем не менее с тех пор Составы участников потерпели Значительные изменения Я говорю прежде всего о Галатасарай Который потерял свою основную разыгрывающую Поступающую теперь в Курске Ну и конечно же Альбу Торренс Который играет в составе УГМК Теперь Нурия Мартина с мячом Начинаем постепенно знакомиться с Галатасараем Который 0-4 идет В турнирной таблице действующей чемпионки Со средней дистанции попадает Себнем Камьячаглу Она теперь стабильно играет в старте Не лучшие финансовые времена у Галатасарая Говорили что даже будет коллектив разваливаться постепенно Однако отступать дальше некуда А у ГМК может быть определенные такие неприятные воспоминания Через которые придется переступить в сегодняшнем матче Даже имея преимущество в живой силе и технике Тем не менее ожидается очень интересная дуэль Прежде всего Кэндис Паркер Забивший сейчас второй мяч уже у ГМК в этом матче И Галатасарая против Паркер 8-4 сейчас ведет Ну и Паркер И конечно же Санчо Литтл Самый выдающийся игрок в составе Галатасарая Также опасна вот эта тяжеловесная Девушка Которая промахнулась и взяла подбор на нашем щите Келси Боун 4-10 на старте Эта передача прошла мимо двух партнерш по команде Мимо Нолан и Сандрин Горуды И вместо Тани Поповой Появившейся сегодня в стартовой пятерке Успевший уже дважды промахнуться с игры Со средней и с дальней дистанции Сейчас появляется Кристи Толивер Под 20 номером Вроде фактически всех назвали Кроме, наверное, Неврии Элмаз И опять Боун Нет, это на этот раз Санчо Литтл Стремительный наскок Но мяч уходит от нее Очень знакомый и победный главный зал Для Экрема Мемнуна, наставника Голосарая Полукрюк Усполни Сандрин Горуды Подбор и внизу мяч Кто здесь выиграет его? Все-таки Паркер И Кендас Промахивается Сандрин Груда Подбор нападений И полы Это молодняк Олафа Ланге Нурия Мартинес Нарушила правила В этом моменте 36% Вот именно Такой график попаданий В этом сезоне У Сандрин Груды Но этот матч Она начала здорово Именно на точке И 6-10 Не точная атака Паркер Хороший проход И Кендас Давайте посмотрим Что здесь было Да Наотмаш Лупила Казалось бы в мяч Хотела сыграть Но Сыграла в лицо Паркер Келси Боун 8-10 Ну Жизнь налаживается Что называется Мяча Глобо Он со средней дистанции Почти не бросает А вот Санчо Литтл Может все что хочешь Груда И Толливер Свободный на дуге Конечно же Нужно атаковать В этой ситуации И более уверенно Это делать Наверное Засуетилась Кристи Проход в лицевую Свободный Атака И Таурази Получает персональное Замечание Слишком поздно Уже выходил На подстраховку Паркер Нужно было Спасать ситуацию Вместо Касас Еще одной Испанки В составе Турецкого клуба Под седьмым номером Появляется Айсигюл Гюнай Оба штрафных Кимяча Глобо Реализовала Восемь-двенадцать Ну а Рвиттер Посчитал Что Турази Сама выбросила Мяч За боковую линию Три минуты До конца первой четверти Мартинес С мячом Золотая пора Должна быть Сейчас у Нурея Мартинес Пробежка У Боун Возвращают Арбитры Мяч Нолан Хорошую игровую практику Имеет Диана Нолан Не пропускает Почти игры этого сезона Разве что Дали отдохнуть В предыдущем поединке С Вислой Гостевом Ну Существует Опасность Получения травмы Из-за сильной загруженности А Нолан Играет С российским паспортом И в Кубке России Наверие Элмаз Честно говоря Вполне возможно Что я так Издалека не разглядел Как раз Касса Вышла в старт И пятерка А не Наверие Элмаз А Элмаз Сейчас заменил У нас Келси Боун Пока на периметре Развивается атака Таурази И подбор Здесь Достается ли Паркер Нет Гюнай Забирает его Здесь Фолл Нолан Которая попала В бутербродик Небольшой в защите Ну вряд ли Даже при своем Статусе Таком цветущем Возрастная Нурья Мартинес Может стать достойной Замены Ишил Албен Отправившийся В Курск Атака С дальней дистанции Все-таки У Албен Гораздо Больше Сильных сторон Чема Мартинес Мяч в итоге Оказался Все-таки Угол Тасарая Мартинес С мячом Против Таурази Ну если вот так Давать проходить Мартинес То она Конечно же Должна забивать Альба Торренс Появилась У ГМК И еще одна Хорошая атака Трудовая От Кэндис Паркер 10-12 Кэндис Самый результативный игрок Сегодняшняя встреча Не только в составе Своей команды Полторы минуты До конца первой четверти Пока не идут Такие Средне-дальние Броски у Турчанок И хорошо Но подбор взяли На щите У ГМК Мартинес Еще один проход И вновь Не справилась Вот это нестабильность Ее конечно Она гораздо стабильнее Попадет Трешку Наверное Тевелина Кобрин Вместо Санды Ингруды Паркер Ой какая неудобная передача Хорошо что достала Альба В центральном круге его Вот так против своей бывшей команды Три секунды Паркер от счета 12-12 10 из этих 12 На счету Кэндис Сравняли счет На последней минуте Пока не очень подготовленные броски В исполнении Санчо Литл Через центр развивается атака Таурази на периметр И нужен ли подбор Нужен И его забирает Кобрин Не Кобрин Кобрин сейчас с мячом Но все В результате Своим подбором Сделала Альба Торренс 14-12 У ГМК впервые В этом матче впереди 10 секунд до конца Ну чуть поинтереснее В защите сыграть Пожестче Поплотнее Не вот так Не вот так Отдали Теперь нужно просто Взвесить для себя Все за и против Успокоиться И сыграть Свой баскетбол Желательно команды Баркер Баркер конечно показала Как она готова К сегодняшней встрече Так можно и 40 набрать В матче Из достижений других В ГМК Но в любом случае Евролига не единственный турнир Где пока Команда Олафа Лан Идет без поражений И в Кубке России В том числе Российским составом Вышли уже Финал четырех Который состоится 31 января 1 февраля В Оренбурге В этом году И это будет Видуально не самое горячее Зрелище сезона Оренбург Недавно Вместо выбывшей Женик Подписал Наталью Водопьянову Пока Так по Майке сверху Такое впечатление Что не очень готово Появиться сегодня В сегодняшнем матче Бахар Чаглар Мартинес в игре Гюнай Под 19 номером Елена Дублевич Вот еще один Легионер О котором мы не сказали Домингес Домингес Ну сегодня просто Почти вся сборная Испании Кстати В деле Пять игроков В общем Фактически Стартовая пятерка Сборной Испании Включая Включая Санчо Литтл Которая Кстати Напоминает мне Коллега Матюков Получила серьезную травму По ходу финала Евролиги Прошлого сезона И команда Выиграла Повод поговорить Об испанской связке Веселые лисички С группы поддержки И тайм-аут Экрема Мемнуна Не то чтобы Ограниченный набор Исполнителей у него Но конечно По соотношению Прошлого сезона Уступает состав И в звездах И в зрелищности И повторить Учитывая Сегодняшние показатели В турнирной таблице Будет сложновато В турнирной таблице Этой Нашей группы А наших групп Все-таки две В любом случае Здесь еще и Динамо Курск выступает И свидание У ГМК Динамо Курск Совсем скоро Причем двойное Свидание подряд И сначала в чемпионате Страны Потом в Евролиге На площадке Дивса Уже 15-го числа Смотрите Оба матча На нашем канале Пока В следу ГМК Не неровно А нервно Дышит Краковская Висла С показателями 2-2 Поиска Прага 2-1 Динамо Курск 2-1 И Монтелье 2-1 Такие показатели У тех, кто претендует На выход В следующий раунд В следующий раунд В следующий раунд Ну вот Если у Мартинес Какой-то всплеск В ее Годы То Илмаз Которая все-таки На 4 года Постарше Уже лучшие годы Позади Захромала Кэндесс Паркер И Не очень удачно Она развернулась По приеме мяча Видимо Что-то дернуло И болевые ощущения В общем-то Налицо Торренс вернулась На площадку Гюнай Мартинес перед ней А время-то идет Как-то медленно Развивается атака Невнятно Прямо скажем И потеря Соответственно В центре площадки Борцовским приемом Буквально Свою Прошлогоднюю Партнершу Встречает Айсигуль Гюнай Второе Персональное Замечание Толивер Домингес Кобрин На периметре Пока И вот Вновь Свободная Атака Ну Зачем же так Ну лучше бросить Честное слово Чем метаться Вот она Вот она Нурия Мартинес Во всей красе И вот как только сейчас Груда не забрала Этот мяч Ну Во-первых Сандрид не доработала Немножко в защите Сделая она на шаг Больше И побыстрее Чуть-чуть Возвращаясь В оборону То в общем-то И накрывала бы она Мартинес Легко Мартинес В любом случае Испугалась И подобрать этот мяч Уже было Делом техники Конечно Келси Буон Вот с ней потяжелее Гюна из угла Мимо И все-таки Легкий мяч Елена Дублевич Забросила сейчас 18-14 Кобрин с места Фактически Атаковала Сейчас Две непонятные Атаки проводят Уралочки Сейчас Потеря Домингес И вот этот Бросок Кобрин Дублевич Попадает Трешку Не очень Стабильный Но тем не менее Очень опасный Снайпер Пять очков Подряд Елена Дублевич Набирает Чей брат Довольно-таки Успешный Как мы знаем С вами уступает В составе Валенсии Немножко Просела Хозяйская Команда На этом Этапе Встречи Немножко 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 Помощь Против Дублевич Немножко 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 Дугу Немножко 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 Дtalя Немножко Хорошему Ну вот ушла от Ольги И Паркер не успела подстраховать Дублевич Героиня пока этой четверти Нолан в итоге сфалила И три очка в одной атаке Может набрать Дублевич И вновь Елена Дублевич Врывается после подбора В трехсекундную зону Не попала, но подобрали опять мяч На своем счете Ну что ж, отставали уже в этом матче Не так, правда Да хотя и так полезно было Было же 4.10 у нас А сейчас минус 5 Так что И больше отставали Даже, по-моему, 2.10 было Да, 2.2, а потом 8 очков подряд выбираем Голдосарай в этом матче Но только-только расслабься И тут же Дай пальчик открусят руку по лобу Во-первых, тренер, во-вторых, остались игроки Если команда выиграла такой турнир на этой площадке То, в общем-то, она вправе чувствовать себя Как дома И задача у ГМК, конечно, как можно больше попортить здесь крови И сказать, что это наш дом Артешина Вот Ольга И взрывается скамейка во главе с Максимом Рябковым Сразу 25-27 Оторвала все-таки опорную ногу Диана Нолан Ну, чаще всего Легко Отдай мяч ближнему И не нужно ничего придумывать Опять диагональный пас Опасный на перехват через площадку Зачем делать? Запросто отдали мяч сопернику Неплохая передача Нездорово обработанная Но, правда, тут на подхвате Санчо Литл 29-25 И перехват Два в одного Опять Артешина спасла И плохая передача Касас Потерю же на целую игру, наверное У ГМК еще раз Касас Ну, как проходной двор И благо, что вот прощают сегодня Испанки, Мартинос, Касас Машут просто Безбожно из-под дырки Паркер здесь не пустят Опять Артешина и в угол А, может быть, надо было Таурази отдать Ну, вот здесь свободная атака Даяна Таурази Три очка 28-29 И сразу полегче Нам не надо полегче Нам нужно вести И достаточно уверенно Холода непривычная Для Турции Это в Екатеринбурге Минус 20 С ветерком Голливудский фолы Показывает Таурази Дублевич Штрафные всегда были Слабым местом 10 очков уже в этом матче У Елены Дублевич Веники, Веники Еле вареники Бамп Попала Заговорила Заговорила мячик Дублевич Санчо Литтл на старте Атаки у ГМК Там в борьбе за подбор Ли Была наказана персональным замечанием Отстаем на три очка 28-31 Минута 45 Остается до конца Первой половины уже Нолан из угла Три 31-31 Три трех очковых подряд Под аплодисменты Опять же скамейки Исполнили Артешина Таурази И вот теперь Нолан Казас Опять хороший пас И опережает Защитников Неврия и Алмаз Аккуратно Аккуратно В пас нужно играть Нолан Не добрасывает На этот раз И мяч уходит От защиты Еще 14 секунд Владения У ГМК Тут же открывается Под кольцом И не отправляет И мяч Таурази Паркер Со средней дистанции 33-33 Вот это заруба пошла Последние минуты Первая половина Нурия Мартинес Дублевич Илмаз Далеко от кольца Здесь не очень опасно Дублевич Так и есть Так и есть Таурази А вот здесь Нездорово Здесь Нездорово И вот теперь Заключительное слово За Голотосараем До конца будет лежать мяч Нурея Мартинес Скорее всего Ах от прохода Нужно было работать И четвертый мяч Из-под кольца Не забивает Мартинес Со своей половины площадки И как близко было Для Нолан 33-33 Как будто ничего и не было Жизнь моя Ильты приснилась мне Все сначала Начнется В оставшиеся 20 минут Вместе с этой Судейской бригадой Керцог Серикозки И Совсем уж странная Фамилия Мрдакс Дмитрий Граненко С вами Из Москвы И мы скоро вернемся Пока пустует поляна в Дивсе Вот арбитры начинают Постепенно появляться на площадке И статистика первой половины 33-33 Средние броски Смотрите Голдсарай чаще атакует И Примерно Меткость одинаковая Трехочковые Вот три дальних попадания Которые спасли Фактически У ГМК В третьей четверти Три из восьми Фактически До этого было Ноль из восьми 26-14 Это преимущество По подборам Подавляющее У ГМК Ну и по Личным показателям Насколько я сам успел Посчитать Пока В первой половине Не было у меня Интернета То Дублевич С 11 очками Лидирует По набранным очкам В Голдсарай И У Кэндис Паркер 12 Кажется так Артешина Как внесшая Большой вклад В удачную погоню Второй четверть Остается на площадке Нолан Таурази Паркер И Груда Вот такой состав Сейчас В игре У ГМК Боун Литтл Мартинес Дублевич И под седьмым номером Гюнай Это Голдсарай Не точный бросок Через руки Кэндис Паркер И Быстрая контратака В исполнении Ее же 35-33 Вновь повели Нервно грызут ногти Сразу две девушки Из Голдсарая Одна из них Нерври и Алмаз Вторая По-моему Инчи Гючлу Вышла на мяч Первый Сандрин Груда Гюнай нарушает правила Третий фол Получает на ровном месте Гюнай Таурази Перевод теперь На левый фланг Надо обострять уже Хороший подбор Здорово было бы Если бы забило еще Дублевич нарушает правила Кстати Закончилась первая половина В матче Надежда Брну Аутсайдер Группы Б Проигрывает пока Я говорю А Брну Конечно же За счетом 35-42 В Оренбурге 36-33 15-й очко Кэндес Паркер Плюс 6 подборов И шестнадцатая И шестнадцатая 37-33 Аут Дублевич Я сказал что 11 очков 13 на счету Ирина Дублевич По итогам Ирина Дублевич Ирина Дублевич Ирина Дублевич Сандрин Груда Сандрин Груда Со средней дистанции Это всего-навсего Четвертое набранное очко Зато у Сандрин Уже 10 подборов Ну вот такой Безрадостный старт Второй половины Сразу на 8 очков Отрывается У ГМК Соответственно 8-0 на старте Курская Динамо Начнет свой поединок Сразу по окончании этого Но об этом Вы уже знаете Из Новостных сообщений Давайте еще посмотрим На статистику Этой встречи И увидим Да Вот за что Мы сильно переживали На 5 ошибок Галтасарая В первой половине У ГМК Сделал 12 потерь 12 потерь Многовато Вот За что И был наказан Дублевич Переводит мяч Другой фланг Боун И здесь Опустил мяч вниз А дальше уже сфалило Потеряв мяч Какой фолл Для Боун Второе Персональное Замечание За 3 минуты Ольга Ольга получила мяч Опять короткая скидка Сандрин Грудая Эх Ну там уже Артешиной одной Было не справиться Слишком много Желающих Было взять Этот отскок Пока не очень опасно И хороший заброс Хороший Ой-яй-яй Ну теперь Кэндес Паркер Немножечко смазала Картину От своих Удачных действий В этом матче Передача Таурази Сделала Конечно Отменнейшую Спустя только 4 С половиной минуты Дублевич Отличилась В этом матче Ответа от Нолан Не получилось Первые 2 очка Тасарай набрал Ближе к середине Третьей четверти Подбор на чужом щите Здорово Галтсар Уступает на подборах Но тем не менее Из 16 подборов 7 на В нападении Вместо Нолан Толивер Кристи Толивер Пока не очень заметна В этом матче Два промаха Одна результативная передача 6 секунд Активная защита Толивер Нужно Нужно бросать Она бросает Но Мощная крыша Уже Раскрылась Над ее руками Вот после резвого начала Опять немножко встали Уралочки Зато здорово Толивер отработала В обороне Прокинула мячик себе И Артешина Здорово Здорово Артешина на Тауразе И 43-35 Мартинос Илмаз Не дожидаясь Другого развития Атаки Не выдумывая ничего Со средней дистанции Бросила по парам Попала 43-37 Артешина Три очка Ольга Артешина Второй трехочковый Нашего снайпера Не было там заступа Может быть и был Кстати Да 45-37 Паркер Подбор Занялась ведением И в итоге Мяч сохранила У себя Мартинос Нарушает правила Другое решение Сложно было принять Второе персональное замечание Вот впервые В этом матче Все-таки появляется Бахар Чаглар Нет у меня К сожалению Объяснение Ее отсутствие В первой половине Ну считал Наверное Экрем Мемнун Что справляется Команда И без нее Промах Паркер Ну все равно Процент остается Прекрасным В этой встрече 8 из 11 Попыток с игры 18 очков 8 подборов 19 очков 19 очков Дублевич Очень легко Очень легко Очень легко даю Проходить Накрывал и мяч Чисто Паркер Уже В завершающей Фазе Атаки А дальше Что? А там ничего и не было А ничего не было Вообще Не смущает поддержка Трибун Попытка Бросок в лицевую Подбор У нас Давненько Альба Торренс Не появлялась Но Ольга Артешина Вышла удачнее Здесь вместе с мячом Ваут Улетает Казас Этой испанке Почти не видно В этом матче Я говорил О стартовой пятерке Сборной Испании Но Казас Молодое Дарование Почему-то Совсем в эту игру Не вошла она Пока не может попасть И Толивер Остановила она сейчас Юнай Нормальный Выполнял свой бросок С разножечкой Жалко Что промахнулось Две с половиной минуты До конца третьей четверти Есть еще время Чтобы развить успех Илмаз Торопливая попытка И никто не поставил Спину Казас Вот и первые Два очка Испанки 46-41 Таурази Таурази за спиной Отменная передача Но в угол Загнали сейчас Скобрин Надо выходить Таурази И пробежка Шаг с места Шаг с места Банальное нарушение Которое все помним Еще со школьных Времен На деле Получается Очередная потеря Хотя После 12 В первой половине Две пока В этой четверти Это конечно же Неплохо Таурази Останавливает мяч В трехсекундной зоне Касас Фолит И пять командных Замечаний у соперниц Уже есть Для Казаса Это первое нарушение Но команда В целом Уже наказывается Штрафными бросками Таурази Пока Пять очков было Теперь шесть В этом поединке Шесть передать Шесть подборов И четыре потери Меньше полутора минут Играть в третьей четверти Юнай Касас Проход И Выстрелила прыжком Приземлилась Не очень удачно Судя по всему Дернула спину 48-43 Толивер Такое решение Привела с передачи Пошли все на подбор Ну все это громко сказано Далеко от мяча оказались И Груда И Кобрин Юнай А вот вперед не пошла При этом Елмаз И выбросил мяч Вместо кольца Ваут Неужели кто-то коснулся его Домингес Заменила кого-то Урази В этом составе Фолы Не остановила Кобрин Невриэлмаз Четыре командных замечаний У ГМК Тоже Какие нарушения будут Будут пробиваться Илмаз Прощает Во второй попытке Опять активная оборона Домингес Сваливается мяч С обратной стороны щита Фолить не надо Нужно попробовать догнать Дублевич Останется время Еще на короткий ответ Сейчас важно отстоять Свою корзину Гюнай Дублевич Дублевич Встречается Лоб в лоб С Домингес Забрали мячик Ну и вперед 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 15 секунд Спокойно Накрывают Кобрин Опять же Не надо фалить Надо пробовать Отбиться Ну вот так В Кубке В Кубке В Кубке России 1 В чемпионате Немножко другой В Евролиге Уже третий. И это заброшенная болезнь, ставить свой матер, в очень хорошей стати. Это матч-клинчев, игроки и храм Маккор Влад Камподжа. Девочки, ваша игроков. Свет. Свет. Ас. Ну, ребята, опять ас и безумие. Смоги, правильно? Это храм Маккор Влад Камподжа. И у нас есть не обидно, а следовое величие. Давайте приглашаем, девочки. Девочки, не только обманем с первыми, но и на первую очередь. Зрители в предвкушении. Все прекрасно помнят и знают, что такое Галатасарай. При таком шатком перевесе расслабляться нельзя ни на секунду. Дублевич сегодня очень много играет и очень неплохо играет. Елена. На данный момент на ее счету 17 очков. 6 из 10 с игры. 5 подборов, 2 передачи. Остаются сейчас и Кейси Боун и Санчо Литтл в запасе. Очень много вот таких свободных проходов получается у турчанок. И очень мало забитых мячей из-под кольца, на счастье, у ГМК. На таком дальнем заступе очень здорово на дуге играют турчанки. Лишнее движение сейчас делала уже Сандрин Груда. Нужно было сразу атаковать при получении. Касос. И Гюная одна на дуге. Бросок в лоб и... 48-47. Вот и съедено все преимущество. Одним броском. Опять пас в борьбу. Сложно было его принять. Велини Кобрин, Дублевич. Гюнай. Чаглар. Три секунды. Еще чуть-чуть. Рука! Здорово! И мячик не долетает до кольца. Владини переходит к УГМК. Альба Торренс со свежими силами вместо Артешиной. Дай бог и такого же рвения и Паркер вместо Сандрин Груды. Сандрин не хватает. Результативности есть сегодня один из восьми с игры. У соперника Санчо Литл тоже со свежими силами. 12 подборов на щите помогает здорово. А вот в атаке, к сожалению, не ладится у Сандрин Груды. Толивер. Оливер. Паркер. Толивер. 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 Кобрин выручила. Кобрин выручила и Велина будет пробивать штрафные броски. И при преимуществе в один балл у Илмаз всего-навсего первое персональное замечание. Бобрин попадает первый 49-47. И второй уверенно. Спасибо, Эва. Санчес очень далеко. Не опасно. Илмаз еще чуть-чуть потерпеть. Илмаз с одной ноги атакует. Точный бросок. Илмаз. Домингес Толивер. Кристи Толивер. Бобрин фолл на подборе. Лузбол фолл называется в баскетболе. В Туразе вместо Домингес остается пока на паркете Кристи Толивер. Дублевич в лицевую. Возвращает мяч на периметр. И здесь десятый подбор. Вот дабл-дабл уже есть. И потеря очередная. Шестнадцатая уже. Собственные удачные действия перечеркивает Сандрит Груда на ваших экранах. Может быть и она еще сегодня выручит. Шесть с половиной минут. Основного времени остается. Пятьдесят сорок девять. Все еще на весах. Туда-сюда. Юнай. Кобрин накрывает эту попытку. Конечно, ближнему игроку. Это у Рази парашютик. Толивер вновь не решилась на атаку. Ну вот сейчас может быть. Ну что ж так. Что ж так, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Кристи Толивер. 0-5. 0-5 с игры. Снайпер. И другой двадцатый номер забивает. И пятьдесят пятьдесят один. Голтасарай вновь впереди. В заключительной четверти. В середине ее. Приблизительно. Толивер продолжает бороться сама с собой. И все-таки вместо Толивер, судя по всему, появляется сейчас Диана Нолан. Дублевич упрямо сейчас пошла на фол. Торренс персональное замечание. Да. Прямо скажем, мега удачный матч. До Дублевич. Вновь два из двух. Девятнадцать очков у Елены Дублевич. Три очка. Уралочки уступают. Вот теперь точно середина третьей четверти. Пятьдесят пятьдесят три. Восемь секунд. Владение остается. Нолан. Мячик не коснулся Душки. Тут подбирай, не подбирай. Тайм-аут берет Олаф Ланге. Тайм-аут будет университет. На макетирование, на первую очередь, на первую очередь, на первую очередь, на первую очередь, на первую очередь. Ну вот вам. Загадка и задачка. Приезжает команда с четырьмя поражениями в сезоне, но которая при этом является действующим чемпионом Евролиги. И у КМК становится мега-раздражителем. И какие тут могут быть разговоры о каких-то финансовых провалах у Галатасарая. И кто будет оглядываться на эти четыре поражения, когда мы видим, как может играть турецкая команда даже в гостях. Санчи Литтл медленно, но верно приближается при ужасном проценте впадания с игры. Четыре из двенадцати все равно к дабл-даблу. Восемь очков, восемь подборов. А самый лучший показатель полезности в составе Галатасарая на данный момент у Киралт Касас. Плюс пятнадцать. Есть и минус тринадцать, это Нурия Мартинес, а есть и плюс пятнадцать. Вот посмотрите, как лихорадят. Турецкий клуб. Бросок со средней дистанции. Вновь попадает Елена Дублевич. Пятьдесят пятьдесят пять. Двадцать одно очко на счету Дублевич в этом матче уже. И нужно теперь уже с этим что-то делать. С этим совсем. Да, тут уж никак в детской песенке медленно минуты убегают вдаль. Быстро секунды убегают от этой встречи. Сандрин Груда на площадке. Вместо Евелины Кобрин. А Дублевич творит и творит. И творит, что хочет. Пятьдесят семь пятьдесят. Нолан. Все бросаются спасать Родину сейчас. Ибо время поджимает уже. Дублевич, похоже, коснулась мяча. Шесть секунд владения остается у ГМК. Тауразии промах. Как менялся сценарий в этом матче. От четверти к четверти. Настоящий детектив. Это Илмаз. И еще один тайм-аут, похоже. А мы с вами отмечаем, что... Пам-пам-пам. Пятьдесят сорок девять. Десять ноль. Получает свою корзину у ГМК. В решающей четверти этой встречи. Пока. Два пятнадцать. На заключительном отрезке. Какие же секреты знает Экрем Мемнун. На прошлой неделе впервые в этом сезоне проиграл второй турецкий гранд Фенербахче. И в общем сейчас нужно уже совершить, пожалуй, невозможное за оставшиеся три с небольшим минуты. Суметь ликвидировать отставание в девять очков. Нет свободных бросков. Может быть, вот этот. Нолан! 53-59. Еще два таких броска требуется. И безукоризненная, безупречная игра в защите. Еще четыре секунды. Остановили Мартинес. Очень быстро, Жакоб. Еще раз Диана Нолан. Еще три очка. Диана Нолан. Твитти возвращает интригу этой встречи. Еще в обороне. Еще в обороне. Но... Когда мяч попадает к Санчо Литтл, жди беды. И не до ошибок сейчас уже. Нолан. Паркер забирает мяч. Надо выходить отсюда. Нет, она забивает. Тяжелейший мяч. 58-61. 21 очко плюс 10 подборов. И Кэндис Паркер. И три очка проигрываем. Минута 20. Касас. Хороший перевод за спиной. Не повезло. Сейчас Касас. Есть движение. Расставились по углам. Вновь теперь отступили. Да куда же эта передача-то? Паркер одна отбивается против двух соперниц. Всем нужно возвращаться. Груда вернулась, но задела соперницу, а не мяч. У ГМК четвертое командное замечание. А вот у Галтасарая только одно замечание в этой четверти. И по-прежнему нужно отбиваться. Во что бы то ни стало. Последняя минута идет встречи. Мы согласны на овертайм. Илмаз. Паркер забирает мяч. Нужна сейчас трехочковая атака. Уже сейчас нужна. Средний бросок. Точно. 60-61. А вот теперь фалить. Теперь фалить. Фолл на Елене Дублевич. У нее сегодня только один промах со штрафа. 6 из 7 попыток реализовала. Ольга Артешина четвертое персональное замечание. Сейчас это уже не так важно. Нужно ждать промаха. Ждать промаха игрока. И готовиться к подбору. Справится ли сейчас с волнением Елена Дублевич? Главный герой этой встречи для Галатасарая. Попадает первый. 60-62. Если попадет, то наверняка Галатасарая будет фалить при ее исполнении. Просто при выносе мяча будет фалить. Уже будет тяжело. Дублевич. Попала. Тайм-аут Олафа Ланге. 60-63. Вроде выбрались из тупика, но так далеко отпустили на эти 50-59. 45 на 31 щит сегодня. Ошибок, но гораздо меньше во второй половине. После 12 всего 4. 8 перехватов у нас, 7 у соперников. В принципе, равная игра получилась. Но в первой половине подвели потери, во второй процент попадания в третьей четверти. Даже заключительной четверти уже. Диана Нолан. 11 очков. 3 из 5 трехочков. И два из которых подряд в этой четверти. Выходит на защиту Себнем Кемьяч Аглу. Таурази очень далеко. Таурази попадает за 9,3 секунды. 63-63. И теперь ответ Турчанок. Ответ Турчанок. 9 секунд. И атака в наше кольцо. Только защита успешная, без нарушения правил, оставит шанс на дополнительную пятиминутку. Да. Таурази почти сделала сказку Явью. Но теперь нужно отбиться и доказать, что мы больше достойны победы в этом матче. Таурази, Касас. Ну, кто? Кто получит мяч? Санчо Литтл. Очень опасный исполнитель. И проходы сегодня мега опасные. Мартинес. Может быть, не лучший вариант. 1,2 секунды. Не получилось выбросить удачно. 1,2 секунды. Господи, какая развязка. Внимание, внимание. Концентрация сейчас особо. Особо внимание. Решил использовать свой заключительный тайм-аут. Экрем Мемнун. Это музыка. Извините, приход. Экрем людям. Как л 19 sirvил. Как ламина. Са아. Они не верно. Они не верно. Это музыка. Отклей Dar. Через ее. Что придумает? Какую козню сейчас выстраивает Мемнун? Здесь, в принципе, остается только бросок при получении. Опять Нурия Мартинес. Но на этот раз она выбрасывает, а не получает. Важно сейчас коснуться мяча. Коснуться мяча, не дать получить мяч. Паркер отвечает за Санчо Литтл. Санчо Литтл бросает и у нас с вами дополнительная пятиминутка. Да, 63-63. Улыбается Мария Степанова, что спаслись все-таки в этом матче. Ну, какой-то заряд бодрости и хорошего настроения нужно получить сейчас. От этого чудесного спасения. И в оставшиеся пять минут, я надеюсь, что пять минут, не больше, показать такую же защиту, как в этой последней обороне в основное время. Ну что ж, болельщики-то точно не разочарованные. Увиден нам. Вернулись страсти-мордасти прошлого сезона. Диана Нолан и Диана Таурази. Диана Нолан и Диана Таурази. Охотницы за головами. И у нас начинается овертайм в Екатеринбурге. Ольга Артешина, к сожалению, с четырьмя замечаниями. У Галатасарая, но только Гюнай в опасной зоне. Всего 12 фолов. Нужно бить только игровыми качествами, не разрушением сейчас. Артешина, Нолан, Паркер, Таурази. Ольга Артешина с мячом и Сандрин Груда. Ольга, нужно атаковать уже. Артешина, три! Какая выдержка! Какое огромное человеческое брау. Прошлонедельные именинницы Ольги Артешиной. 66-63. Восемь очков Артешиной в этой встрече. Мячик взмывает вверх. Дублевич. Не точно. Подбор! И достается все-таки командный подбор у ГМК. Нолан! Мартинос нарушает правила. Этот мяч не будет засчитан. Но все будет пробиваться в любом случае. Хотя нет. Хотя нет. У Галтасарая это... Да, это я напутал. Простите меня. Второе командное замечание всего. У Галтасарая здесь есть небольшое преимущество Тауразии. От Артешиной мяч уходит. Но небольшой задел есть. Артешина, кстати, 100% с игры сегодня. Три из трех. И за лицевую линию ходит Елена Дублевич. Двенадцатая потеря Галтасарая. Побыстрее туда мяч в нападении доставить требует Диана Таурази. Наши с мячом. Тешина. Таурази, Паркер. Со средней дистанции. Нет! Вычеркиваем этот момент из жизни. И из творчества. Нурия Мартинус. 0-7. Так держать. Всегда надо быть рядом с этой девушкой. Артешина назад отыграть Нолан Таурази. Нолан. Еще есть время небольшое. И потеря. Потеря слишком много. Слишком много этих передач было. Запутались в собственной паутине. Мартинус. Ой, как все сделано. Ловко. На паузе. 60-65. Санчо Литтл. 12 очков. 9 подборов. Одного мяча трехочкового недостаточно будет. Нолан. Попала Диана Нолан. Коротенький бросок в лицевую. 68-65. Литтл на заслоне поймал. И... Ха-ха-ха! Я не могу уже! Нет, трясет! Восьмой промах из-под кольца. Нурия Мартинус. Браво! Я не знаю, как еще сказать. Ольга Артешина! 71-65. Конечно, за такие ляпы нужно наказывать. Именно так. Ольга Артешина. 11 очко. И может быть бросок, который потом станет победным. Дриблинг, Касас, Санчо Литтл. Она мажет. Нолан подбирает. Чуть больше минуты. Дриблинг. Коуз-ту-коуз пробегает от своего до чужого щита. И здесь уже Елена Дублевич нарушает правила. Ну что, за этот овертайм Ольга Артешина почти может получить титул MVP. У нее, как и у всей команды, должок перед Галатасараем прошлого сезона. Ольга была лучшей в проигранном матче. И, пожалуй, что становится лучшей в почти выигранном. Два штрафных Дианы Нолан. 73-65. И может искать баночку с пеплом Нурия Мартинес, чтобы посыпать себе голову. Ноль из девяти с игры. Ноль из десяти с игры. Нурия Мартинес. И вот теперь это победа. Третье замечание. Таурази со средней. И все. Прорвало. То, чего мы так ждали на протяжении всей игры случилось дополнительные пятиминутки. Дожали. Собственно, наверное, тот трехочковый Таурази и сломал соперниц, которые уже видели себя победительницами. Зачетный занос Санчо Литтл. 75-67. Можно было даже не давать фол за это столкновение. Пятый фол командный теперь уже Таурази встает на линии штрафного броска. Директор уже поздравил свою команду. в несколько секундах от этого поздравления и мы с вами. 4 игрока у ГМК набрали 10 очков и более сегодня. Мега показатели по подборам. По 14 у Паркера Таурази. У Кэндис Паркер еще и дабл-дабл. 21 плюс 14. Но главное это победа. Победа нервная, победа трудовая. команда подарили зрителям еще и дополнительную пятиминутку и в ней у ГМК все-таки стал лучшим. Одержал свою четвертую победу в первом домашнем матче Евролиги этого сезона. Агалутасарай потерпел пятое поражение и шансы прямо скажем становятся все призрачнее и призрачнее. Браво у ГМК спасибо за эти нервы. Дмитрий Гораненко был с вами сегодня и до новых скорых баскетбольных встреч. Кинодром представляет Учитель против ученика Киллер против киллера Пирс Бросна ПААААААААА!